А вы знаете, друзья, что янтарь, это вот мои бусы, видите, это что-то уникальное, уникальное по свойствам, веществом, которые до сих пор люди не распознали. На самом деле люди до сих пор не знают, что такое янтарь, откуда он взялся. Ну, конечно, есть ученые, которые нам рассказывают, что янтарь – это смола, которая там миллионы лет лежит в земле или в море. Море же выбрасывает вроде бы, да? Янтарь. Море выбрасывает. А почему землю роют? Когда ищут янтарь? А здесь вот вообще вопросы такие, да? Я с вами советуюсь. Напишите из тех, кто знает. Но я расскажу свои вещи, которые я, так скажем, знаю, может быть, не до конца. И здесь я с вами хочу посоветоваться, как, на ваш взгляд, это выглядит. Так вот, янтарь. Янтарь. Когда-то Жак Ширак, такой, помните, высокий, импозантный, но достаточно высшеющий мужчина, приехал в Питер, к Путину, и приехало сразу несколько президентов. Это было начало правления Путина, начало нулевых годов. Итак, Жак Ширак приехал и повели его по Эрмитажу, показать ценности Эрмитажа. Вот здесь вопрос такой, друзья, покупали ли они эти ценности или нет из Эрмитажа, нет? Вы скажете, да как, возможно. А почему нет? А вы помните, друзья, Галину Вишневскую и ее мужа Ростроповича, квартиру которых показывали в Париже. И в Париже мы видели шторы из Эрмитажа. Шторы в доме у Ростроповича были из Эрмитажа. Они этого не скрывали. Они показывали свои старинные предметы в своей квартире в Париже. Предметы, которым нет ценностей, вообще цены нет. Это были вещи из Эрмитажа. Тогда, в 90-е годы, имея деньги и нищее население, все можно было купить. У нищего населения, когда оно владеет чем-то, ну вот было государство СССР, государство Ростропович, рухнуло. Сами же они и его, и рухнули. И вот когда это государство рухнуло, то нищее население, да будь то ты хоть директором Эрмитажа, начало продавать все из Эрмитажа, списывать как ненужное. И столики, и изумрудные колонны, что можно было ввезти, вывозили. А если вы возьмете русский музей, а там что, не так? А возьмите музей Феодосия Айвазовского, где от Айвазовского не осталось ни одной натуральной картины. Все копии, все подделки. Да, там будет с задника написано, что это Айвазовский, друзья. Но когда однажды я пришла в музей Айвазовского, детей привела туда показать на день рождения сына, привела мальчика, который из школы Щетинина, жил у меня, и сына своего. Вот пошли мы, это был январь месяц, смотреть Айвазовского. Я была шокирована. Я была шокирована той музей, которую там я увидела. И поняла, как много из трудов Айвазовского мы не знаем. Мы знаем это вот море. Там море, море, море. Якобы он так только и писал. А вы знаете, что Айвазовский был магом? И что писал он о магии? И всякие-всякие вещицы такие, он их описывал. То есть на холсте описывал. Вот это я вам об Айвазовском. То есть мы с вами ничего не знаем. Но думаем, что знаем все. Уж как это так, везде же написано. Написано для кого? Для вас. Вы понимаете ли ценность человека в стране, где правили тираны? Она никакая. Ее просто нет, этой ценности человека. Жаль, конечно. Каждая из нас с вами хочет считать себя вуаля. Не рабами, не мы, не рабы. Рабы не мы. Это так было написано в букваре, где я когда-то училась. Вы, наверное, не учились по этим букварям. Училась я. Я ровесник Эйфелевой башни. Поэтому я могу сказать вам, что было тогда-то и тогда-то. И знания моих в багаж огромные. Поэтому я рассказываю очень многие вещи, которые кто-то из вас вообще не знает. И кто-то, может быть, знает не до конца. А кто-то не верит. Дело в том, что ведь верь, не верь, нельзя никогда догмы ставить впереди себя. Догмы – это то, что зацементирует ваше сознание. А как вы будете изучать историю, если вы вообще ничего не знаете? Но я начала о янтаре с вами разговаривать. Янтарь. Так вот, Жак Ширак. Жак Ширак приехал, гуляя по Зимнему дворцу. Президентов завели в комнату янтарную. Вы знаете, что создали, воссоздали уникальную янтарную комнату. Воссоздавали ее много лет, воссоздали эту янтарную комнату. Для чего? Янтарная комната ведь просто так не воссоздается. А янтарная комната – это, друзья, возможность выхода в пространство, в параллельные миры, в будущее и на настоящее. Это смотря на твой настрой. Как ты там настроен внутри себя, человек-муравей? И вот здесь все президенты прошли, а Жак Ширак остался. Жак Ширак остался. Его потеряли. Уже закончили всю эту проходящую волну по Эрмитажу. А Жака Ширака нигде не могут найти. Он полтора часа сидел, запершись, закрыл двери в комнату янтарную. Полтора часа его не было, может быть, больше. Но ведь официально, если бы вам написали, что его не было, скажем, до 11 часов вечера, с 10 часов утра, то есть 12 часов, да, то вы бы не поверили, сказали, что это такое. Что такое это вообще было? А так сказали полтора часа. Мы должны поверить официальной информации. Куда летал Жак Ширак из янтарной комнаты, друзья? Куда он летал? Что же там было? Чем он занимался в янтарной комнате? Жак Ширак. В какое такое будущее, прошлое он улетал? И надо сказать, что вскоре после этого он ушел со своего поста. Может быть, своим долгим пребыванием в этой комнате он нарушил какие-то запреты? Мы ведь не знаем, какие запреты он мог нарушить. А может быть, он все-таки куда-то слетал и рассказал и показал своим товарищам потом. Ну, в общем, он, наверное, узнал те секреты, которые не стоило ему узнавать. Наверное, с кем-то еще и поднялся этими секретами, а результат один. А результат один. Его сняли. Доверие он потерял, что он решил самостоятельно поработать с янтарной комнатой, в янтарной комнате. Янтарную комнату, она была в Эрмитаже, якобы ее потом забрали фашисты. Германия, Гитлер. Так ли это, мы тоже не знаем. Кто, где доказательства? Ну, нам будут рассказывать, что да, где-то там есть следы янтарной комнаты. В каком-то зее похоронили. Зее – это озеро. Шестой сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...